Всем большой привет! Небольшие были технические неполадки, поэтому немножко эфир мы задержали. Сегодня, как уже многие знают, мы будем с вами рисовать наши советские мультики. Многие просили, и вот я решила вам показать в эфире, как рисовать такие простенькие наш советский Винни-Пух. Давайте покажу поближе немножко вам. Смотрите, какой очень простые и очень легкие на самом деле персонажи, рисуются очень легко и очень быстро. Почему быстро? Потому что, во-первых, они идут 2D, у них особо нет ни тени, ни света, поэтому такие очень простые и очень легкие персонажи. Поэтому сегодня мы начнем рисовать именно их. Давайте проголосуем, наверное, с какого персонажа мы с вами начнем рисовать. Кто вам больше нравится? Винни, Зайчик или же Пятачок? Вот мы с кого начнем, с того я первого буду рисовать. Давайте немножко поактивнее. Вот я спрашиваю, кого будем рисовать. Вас спрашиваю, поэтому решайте вы сейчас, кого будем рисовать первого. Пятачка, Зайчик или же Медведя? Не кролик он был, даже честно не помню. Поэтому мне без разницы, кого скажет. Давай нарисуем первым. Пятачок. Давайте начнем с пяточка, как я написала. С левой направо. Давайте начнем с пяточка. Хорошо. Как начинаю рисовать, я уже в своих эфирах не раз это говорю. И рекомендую так же делать и вам. Это начать рисовать схемку на бумажке. Когда рисуем лица, например, и другие персонажи, проще сначала. Тем более, если вы еще ни разу до этого не рисовали, то, конечно, лучше схемку на бумажке начертите. Для того, чтобы вы понимали, как расположить вам все пропорции на ноготках. Я вот нашла в интернете картинки. Вот такой вот пятачок. Здесь, правда, он с зонтиком, но на ногти я его просто убираю, поэтому его я не использую. Кладу перед собой и картинку, и свой нарисованный, чтобы смотреть, если вы уже три своей хотя бы один раз. А так берем картинку и начинаем рисовать. Сначала я намечу схематичный ноготок. Схематично я наметила себе ноготочек и начинаем рисовать. Напоминаю, что начинаю рисовать я всегда с носика. Так будет комфортнее. Если же вы сначала нарисуете ему головку, вам будет сложно потом внутри головы разместить нос, потому что, возможно, у вас будет очень-очень мелко. Потом рисуем с пятачка. Нарисовала пятачок. Далее от него уже рисую вот эти вот две складочки у него. Рисую ему щечку. И дальше уже здесь рисую ему ротик. Здесь же я выделяю ему ямочку. И уже потихонечку у нас носик у него вырисовывается. Далее рисую здесь глазки. Один глазик у нас прямо над пятачку, а другой над щечкой. И, в принципе, мосик у нас у него уже вырисовывается. Вот таким образом. И далее аккуратненько я начинаю вырисовывать ему схематично саму мосику. Такая немножко у него квадратно-овальная идет. Здесь мы рисуем одну ушку. Только странно, что у них ушки очень похожи на зайчьи ушки. Такие они очень длинные. Хотя, по идее, у них вот такие маленькие ушки. И здесь у нас с вами идет второе ушко. Все схематично просто для себя помечаю. Далее нарисуем ему тельце. И здесь у него его копытце. И тут второе. Дорисуем ему штанишки. И вот здесь у него кнопочка идет. Вот такая легкая схемка у нас получается с вами на бумажке. Рекомендую все-таки вам эту схемку делать. Давайте перейдем уже непосредственно к тому, как же рисовать все это дело на ноготках. Привет, привет. Для того, чтобы нарисовать мультяшки на ногтях, сегодня я буду использовать для фона белый цвет. И покрываю тимс белым гейнлаком. И фиксируем его в лампе на одну минутку. Когда фиксируется, я на палетру нанесу оттенок и потом скажу, что будем использовать. Так, пока он только что присоединяется к мастеру, вот я покажу, что мы сегодня рисуем. Мы сегодня рисуем из советских мультиков. Советские мультики и советские персонажи. Вот такой очень известный, популярный мультик. Так, посмотрите, я просушила наш фоновый цвет. Я делала белый. Дальше работаем с клиентами. Мы нанесли цвет. Белый наношу, не толстый, потому что, возможно, потом буду менять фон. Убираем липкость цвета. Но это не все. Если же вы будете рисовать прямо сейчас простым карандашиком, какой-нибудь черновик, его будет плохо видно и карандаш хуже рисует. Поэтому, что мы делаем? Мы берем старый бафик и аккуратненько начинаем бафить наш цвет. Девчонки, ни в коем случае мы не увлекаемся. И очень сильно мы цвет не сбафиваем. Сейчас везло белый 001, который теплый белый, который не холодный, не который 80. Везло просто обычный белый. И аккуратненько просто я убираю глянец с нашего цвета. И тоже обезжирим, чтобы все лишние пылинки убрать. Но вот не мало, я еще немножко забафлю, чтобы прям хорошо. Но просто сильно тоже увлекаться надо, потому что вы сможете, если, допустим, вдруг пилочку возьмете, вообще можете цвет снять, и будет у вас не очень хорошо. Поэтому аккуратненько старым бафиком забафим. Затем берем карандаш. Давайте я возьму карандаш обычный, но он у меня очень-очень мягкий. У меня цифры идут 7b. Возьму его, чтобы вам было на камере все лучше видно. И также, когда я начинаю рисовать на клиенте, все я перед собой держу картинку, которую я скачал в интернете. И также, если вдруг я уже нарисовала образец, и также кладу его перед собой, чтобы мне было комфортно. И начинаем рисовать. Как я уже говорила, рисуем с носика, с по пяточкам. Стараемся не мельчить, рисуем крупненько. Благодарю. Нарисовали пяточок. Далее рисуем вот эти две складочки, одну снизу. А вторую сверху. Нарисовали. Также схематично я обозначу ему здесь глазик один. Сразу же рисуем щечку. И соединяем ротик. Вот таким образом. Также намечаем схематично второй глазик. И начинаем ему обрисовывать непосредственно его. Кстати, заметила сейчас, что я забыла здесь прорисовать ему бровки. Ну, сейчас мы с вами здесь исправим. И схематично начинаю аккуратненько обрисовывать ему мочку. Схематично обозначила. Далее нарисуем ему пузико здесь. Все схематично. Одну лапку и вот здесь вторую нарисую потом. И осталось мне подрисовать ушки. И здесь вторую. Вот такая вот схемка легкая, простая у меня получается. Я никогда черновик не стараюсь сделать идеальным. Потому что все равно на этапе разукрашивания я его корректирую. Так, для самого основного цвета я буду использовать стеночек номер 112. Это такой персиково-розовый цвет. Как раз один в один похож на пятачка. И начинаем аккуратненько все дела разукрашивать. Если внимательно посмотреть, то видно, что мой черновик просвечивает под гель-лаком. Поэтому не переживайте. Можно смело все это дело вот так вот перекрывать. Вы все это дело потом прекрасно сможете заметить. Ваш такой черновичок. Сможете спокойненько это дело обрисовать. И тоже такой мой совет-рекомендация. Когда начинаете заполнять цветом. Старайтесь так заполнять, чтобы у вас в один раз, в один слой весь цвет лег аккуратненько и плотненько. Без проплешинок. Потому что если будут проплешинки, вы будете дополнительно прикрыть вторым слоем. Это будет лишняя толщина. Нам она здесь не нужна. Поэтому тоненько, аккуратненько, неплешивенько мы заполняем. Здесь даже есть такая продолговатая головка. Наверное мы вот так до конца и доведем ее. Далее вырисуем шейку и мы здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. И осталось ушки. Пузырек попал, все, убрали. И второе ушко. И фу, господи, фиксируем в лампе на одну минутку. Так, для пятачек-ка, девчонки, я возьму два цвета. Это цвет номер 58 и цвет номер 042. Чтобы был такой не рыжий-рыжий и не слишком розовый, поэтому я их смешаю просто. Примерно пропорции один к одному. То есть одну капельку одного и такую же капельку другого. Вот, нанесла на плиту, теперь просто я их смешаю между собой. И только получается очень приятный цвет, как раз таки для его пятачка. Но сначала я нарисую ему его, вот как видите, костюмчик. Для этого я беру вот такой голубой оттеночек номер 004. И им же нарисую потом глазки. У меня зафиксировался. Теперь начинаем рисовать ему штанишки. Вот здесь. . И тут вот такая кнопочка идет. И сразу же я нарисую ему, нет ладно, потом нарисуем веточок по коже. Сейчас я беру черную гей-красочку и буду делать уже прорисовку. Потому что в принципе у нас он практически готов, осталось только прорисовку сделать и нарисовать глазики. Поэтому на палитру я себе набираю немножечко гей-краски черной. Черную гей-краску сейчас покажу, какую использую. Вот такую, без липкого слоя. Щелковица черненькая. Так, зафиксировала лампу, теперь давайте начнем потихонечку прорисовывать. Сейчас я попробую еще увеличить немножко. Так. 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 Так, что мне есть. Здравствуйте! Аккуратненько прорисовываем ушки. И лапки. Здравствуйте! Я сейчас молчу, потому что я очень сконцентрирована на прорисовке, поэтому, девчонки, если какие-то вопросы есть, спрашивайте, я отвечу. Пока будем фиксировать все это дело в лампе. Ну что, это очень ответственная работа. Это гель-краска. Прорисовку сделаем всегда только гель-краской. Для прорисовки гель-лаки я не использую, потому что, во-первых, они не дают такую плотность, какими-то плотными даже наш гельчик не был. Во-первых, он уже по консистенции, и невозможно будет набрать на кисточку очень тоненько. Поэтому прорисовку делаем черненькой гель-краской. Так, все, теперь зафиксирую в лампу. И потом уже будем рисовать. Девчонки, на самом деле, просто если найти клиентов именно на такие рисунки, то вас будут только рисовать. Сложно, но чем чаще предлагается клиентам вот такую красоту, тем больше они будут вас просить, и больше клиентов появятся именно на такие дизайны. Девчонки, это наш гель-красочка, вот, черненькая. Когда я работала с клиентами, мне просили, ну, как-то, если я показываю, что на себе, например, дизайны какие-нибудь, выкладываю что-нибудь, они просили такие дизайны. Но тоже, конечно, не каждый клиент, но если поставить цель не только клиентов себе на роспись, то, конечно, все возможно. Теперь аккуратненько нарисуем пятачок. Нарисовали. Нарисовали. Так. И заполняем ему ротик. Так, сразу же нарисуем бровки, а то я могу забыть, как в том дизайне. На одну бровку. И вторую бровку. Так, и зафиксируем в лампе. Так, нам остается нарисовать ему глазки. И поставили, закрасить ему пятачок. Все, зафиксируем немножко в лампе. Приступим дальше. Так, немножко просушила. Сейчас, секундочку, вечно уже вопрос. Вижу. Так, и сразу же, давайте, глазки ему обозначим. И фиксируем в лампе. Так, когда клиент, когда я рисую, клиент приход, восторгается. Но мало кто просит, считаю, что 100 рублей это дорого. Довещанки, когда я переехала в другой город, я даже не искала себе, ну, цельноправных клиентов. Просто выкладывала в своем блоге рисунки. И мне находили клиенты именно на рисунке. Они писали, восторгались моими дизайнами, что я так рисую. И вот ко мне стали приходить именно уже на роспись. Есть, просто есть такие люди, есть такие клиенты. Я готова. Мне это безумно нравится. Мне однотонно, это скучно. Многие, например, под риск кодами на работе не подходят. Им нельзя. Некоторые считают, что по возрасту нельзя. Много разных клиентов. Но не переживайте, вас найдет тот клиент, который будет готов платить, который будет готов сидеть ради такой красоты. Просто либо нужно подождать, либо просто искать уже цельноправных клиентов именно на роспись. Я даже помню, как это писала в объявлении, что однотонное я не делаю, чтобы мне не нужно искать клиентов на роспись. Потому что я обважала рисовать, и мне хотелось больше, больше, больше творить, но клиенты не хотели. Поэтому вот в Питер приехала, и все. У меня стоит искать клиента именно на роспись. Как-то так само получилось. Выкладываю, выкладываю, а они пропишут. Хочу порисовать, можно к вам прийти. И как так пошло. Так, поставим ему в носик. И аккуратненько Так, сразу же поставим его здесь. И аккуратненько второй. Второй. Так, и давайте сразу же я прорисую. Какой-то глаз кривой у него здесь получился. Косоглазый. Вот. И сразу же давайте просто схематично нарисуем здесь белым гейлаком. Так. Вот, испачкала питочку, немножко грязненько. Ладно, фиксирую в лампе. Девчонки, роспись примерно у меня уходит от 30 минут до 50 минут на рисунок. Даже, наверное, 15 до 50 минут. В зависимости от сложности именно самого дизайна. Если же, конечно, я уже дизайн данный отработала, не раз уже его рисовала, конечно, нарисую быстро. Ну, например, мультяшки различные. Вот, недавно мы рисовали персонажей из Салер Муна. Я, конечно, рисовала их ну, в среднем, наверное, каждый персонаж мне ушло, наверное, минут по 40-50. Да, я рисую долго, но рисую красиво. Вот, на самом деле, если больше отрабатывать, то времени каждый раз будет все меньше, меньше, меньше уходить. Главное просто в нашем деле, в нашей работе больше практик. Также, в принципе, считается с маникюром. Чем больше вы проходите каких-то курсов, новые техники, новые способы, тем маникюр делаете быстрее. То же самое в росписи. Чем больше проходите, точнее, чем больше тренируетесь, тем больше и быстрее вас получается рисовать. И с каждым разом лучше. Вот такой вот пятачок. Очень легкий, очень простой. Перекроем, давайте, его глянцевым топом. Именно персонажи из Данипуха, вот, наш советский, не очень легкий, потому что они 2D-шные идут. Их рисовать намного проще и быстрее. То есть, в среднем, получается, мы сейчас в эфире его нарисовали за 20 минут, плюс-минус. Это при условии, что я еще вам объясняла на бумажке и объясняла пошагово каждый момент. так, следующий кто у нас? Зайчик или же медведь? Кого порисуем следующего? Давайте проголосуем, девчонки. Винни или же кролик? Здравствуйте. Давайте поголосуем. Медведь. Мишка. Давайте Мишку порисуем. Он очень легко рисуется. Прям Мишка, прям очень быстренький, очень легкий. Так, наш пятачок высох. Теперь пока его берем. Давайте Винни. Винни, честно, я не буду рисовать на бумажке, потому что, ну, очень легкий. Сразу же приступим к типсу. Также давайте перекроем типс белым цветом. потому что фон я не стала никакой другой делать, поэтому давайте будем делать на белом. Также перекрываем белым гель-лаком. Напомню, что белый сейчас используют 001. фиксируем в лампе. Это оттенок номер 001. Для Винни мне понадобятся оттенки всего лишь два цвета. И это оттенки будут из новой коллекции. Это номер 124. Такой светло-коричневый. Сейчас копну его на палитру. И темный. Темный это 123. Такой очень прям приятный цвет. И также понадобится черная и белая гель-краска только для глазиков. Можно использовать даже белый гель-лак. Сейчас просушим в лампе. Просушили. Также я обезжирю. Мне проще всегда делать именно эскиз набросок карандашиком. Кому-то проще делать гель-краской, гель-лаками. Мне вот так комфортно, я так делаю. И от этого у меня результат получается лучше. Мне он нравится. Также слегка мы забафим. Забафила. Уберем пылинки. И давайте сразу будем рисовать нашего Винни. Какой очень толстый мишка. Здесь у него ушко. Идет одно. Здесь у него второе. Прямо чисто схематично. Потому что я все равно потом буду все это дело корректировать. Уже непосредственно на этапе прорисовки. Здесь у нас лапки идут. Здесь будет лапка. И тут у него. Спускается вниз лапка. Берем коричневый. Я прям беру из флакончика кисточку. Потому что очень много нужно разукрашивать. Прямо вот так. И потом уже кисточкой я аккуратненько все подправляю. Прямо. Можно без проблем. Можно и красками рисовать. Просто я больше специализируюсь именно по гей-лакам, а если вам удобнее рисовать красками, то пожалуйста. Можно и красочками рисовать. Так, нарисовали. Сейчас здесь еще вот в этом месте я ему ушечко вот так вот здесь добавлю сразу же. И фиксируем в лампе. Картинка вот, с какой я срисовываю. Такой вот он. Очень простой, очень легкий мишка. Сейчас зафиксируем наш отец нашего мишки. И я возьму черную гей-краску и сразу же буду прорисовывать. Сейчас подождем минутку, чтобы цвет хорошо просох у нас. Он такой, правда, он такой миленький, такой прям советский-советский, прям, так, знаете, такая ностальгия по этому мультику. Потому что здесь наездский винни, он такой прям добренький, такой прям совсем другой мишка. Так, просто сшили. Теперь аккуратненько прорисовываем нашего медведя. Так, здесь у нас с вами будет ушко. Давайте тоже сразу же я его обведу. Вот таким образом. Далее продолжаем. Здесь мишка-то подкорректирует другим цветом. Так, здесь у нас не вводит лапка. Я не стараюсь все вместить на ноготь, не влазит, ничего страшного. Это не критично. Так, здесь сразу же я намечу ему. Ой, извиняюсь, из кадра вышла. Так. Здесь у меня будет идти во вторая лапка. И ушко второе. Так, нарисовали. Теперь осталось мне нарисовать ему носик. Сразу же рисуем нос. Так. И здесь у меня такая еще ухомолочка. Небольшая. И все. Фиксируем в лампе. Зайчик, конечно, покоди. Волка мы уже с вами рисовали. Зайчика может быть порисуем уже, наверное, в следующем месяце. В сентябре мы уже мультяшки не рисуем. Но если человеку вам интереснее, чтобы я больше показывала мультяшек различных, то я могу проводить по два эфира по мультяшкам. Но как бы каждый раз, конечно, разные. Поэтому если интересна тема мультяшек, то пишите в комментариях, и я по вашим голосам, по вашим комментариям буду знать, интересна вам эта тема или же не очень интересна. Потому что многим интереснее рисовать именно простых. Простые дизайны, экспресс дизайны, геометрия, вензеля, градиенты. А вот сложенному мультяшек многим не интересны, поэтому я стараюсь их ставить, но порежу. Но если же вам это тема очень интересна, то, конечно, я буду их больше сфиграфик ставить. Так. Теперь берем темненький цвет, это номер 123. Заполняем ему ушки. Заполняем лапки. На камере кажется, что он очень темненький, но живой. Он прям такой же, как на картинке. Прям вот идеально подошли вот эти оттенки для него. Так. Сейчас аккуратненько это ушко заполним. И заполним, что-то же не хватает на палитре. И нарисуем область, где тут у нас глазки. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И останется просто добавить ему глазки и блик на носике. И мишка наш готов. Видно? Отлично. Она, мне кажется, что сливается в одно темное черное облако. Не видно. Добрый день. Сейчас просушится в лампе. Закончим нашу видню. Мне кажется, что мы с вами успеем и зайчика нарисовать. Эти малыши, конечно, очень быстро рисуются. Эти малыши. Потому что они 2D-шные, они очень легко рисуются. Давайте пока перекроем тип с белым фоном. Так, вот он. Теперь давайте поставим ему глазки, нарисуем. Рисую глазки белым гель-лаком. 001 номер. Так, и ставлю блик на носик. И забыл нарисовать по бровке. Берем черную гель-краску. И вот здесь, мне кажется, даже не видно. Черные бровки. Фиксируем в лампе. Вот здесь. Тринь-краску. Тринь-краску. Это я готовлю вам фон для следующего персонажа. Думаю, мы с вами успеем за 12 минут, наверное, его нарисовать, за 15. Так, ставлю ему в глазки зрачок, черненький, фиксируем лампы и наш мишка на топ, перекроем потом еще топом. Давайте рисуем зайчика, да? Видите, мы с вами даже сегодня не успеем нарисовать всех персонажей, наверное. Здравствуйте. Рисуем зайчика. Так, также начинаю рисовать его с носика. Вот у меня картинка передо мной лежит, поэтому я опираюсь на картинку. Рисую с носиком. Рисую с носиком. Рисую ему очки. И оформляю ему головку. И ушки. Вот такой милый зайчик. Так, для него я возьму оттеночек номер 109. Вот такой вот зелененький. Но смешаю его немножко со светло-сером. Со 115. Чтобы цвет был немножко по... Не такой яркий. Только такого странного цвета, конечно, зайчик получается. Серый. Необычно, да? Серый-зеленый зайчик. Ну, а что на картинке, то я и рисую. Я обычно стараюсь подбирать плюс-минус одинаково. И начинаем обрисовывать, заполнять цветом нашего зайчика. И начинаем обрисовывать. Так, носик у меня вежа просвечивает. И ушки. Наверное, нужно было с чем-нибудь беленьким разбавить. Причем что-то зеленоватый зайчик получилось. Ну, ладно. Пусть будет сделанный зайчик. Фиксирую в лампе. Пока фиксируется в лампе, я перекрою нашего веня глянцевым топом и тоже правильно просушку. Так, только я потеряла топ свой. Прикрываю глянцевым топом без липкого слоя для нас икстоп. Не фиксирую в лампе. Так. Теперь возьмем чистый 115-й оттеночек. И будем мы с вами разукрашивать ему очки. Но перед этим давайте мы его прорисуем у нашего зайчика. Нарисуем ему сразу обувь для очков, чтобы нам было проще потом их заполнить уже цветом непосредственно. Поэтому я тут вижу мне просвечивать носик. Так. Аккуратненько из него вытягиваю. И рисуем ему ротик. Так. 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 так нарисовали стиль сразу же ему обрисовываю аккуратненько очки так здесь мы сразу же мы перегородочку и обрисовываю головку здравствуйте так фиксирую нет так вроде хочу побольше стеки немножко ему нарисовать все фиксируем в лампе надеюсь мы с вами успеем дорисовать за наш эфир так спасибо большое я даже не думала что мы сегодня с вами за эфир сможем нарисовать всех сразу трех персонажей я думала что максимум двух а видите мы даже еще успеем третьего но для красочки можно не совсем долго можно просто зафиксировать давайте теперь мы заполним глазки у нас очки и сразу же я хочу добавить ему зубки вот сюда все фиксируем в лампе надеюсь успеем я так чувствую что мы успели сами нарисовать чтобы второй эфир у нас не занимать там блин похоже мы не успеем осталось две минуты пишет инстаграм сейчас покажу что нам осталось сделать там осталось немножечко нам так сейчас я здесь ему проведу полосочку между зубками и для девчонок еще таки нам во вторую часть эфира выйти и спокойненько дорисовать его и уже показать что у нас получилось давайте выйти второй эфир дорисовать и уже в итоге показать всех наших советских мультиков там буквально мы с вами займем 5 минут времени так и здесь эфир сохраню и выйду во второй части чтобы не торопиться все нам дорисовать с вами поэтому сейчас буквально минуточкой вернусь